Рождение ребенка это чудо, которое видят врачи первого Одесского роддома каждый день. Чтобы вернуть женщину в самый счастливый день ее жизни, когда она стала мамой, администрация первого роддома приготовила конкурс «Наш малыш», где родители должны были снять видео воспоминания самого счастливого дня их жизни. Разве счастье может быть больше или меньше? Каждый ролик это счастье, каждый ролик это жизнь, это любовь, это будущее, это состояние души, поэтому у нас есть номинации. Каждый победитель, как и полагается, получил приз. Чтобы у мам не возникало обид, ведь подарки были самыми разными, администрация роддома отдала выбор в руки фортуны. Каждая участница лотереи вытаскивала свой сертификат самостоятельно. Доставайте свой приз, обязательно, Кристина, посмотрим, кто там. Родители очень ответственно подошли к подготовке видео, нашли архивы, старые фотографии, а главное, снова прочувствовали те эмоции. Главной проблемой стала как раз не нехватка видеоматериала, а его большие объемы. Минуты мало, чтобы поместить лучшее, по мнению мамы и папы. Позировалось, как мы лопали шар, когда мы узнали, кто у нас будет девочкой. Дальше, как проходили роды. И когда мы уже приехали, потом уже фотография есть, там, где нас выписывали с роддома. Так как очень мало было времени, всего до минуты надо было вложиться, очень мало чего можно было туда вложить. Но я попыталась вложить такие самые моменты и фотографии. Каждый месяц я делаю ей фотографии с цветами. Там один месяц выкладываю, второй месяц, третий месяц. Вот четвертый мы не успели, как бы, потому что нам только исполнилось 4 месяца. Вот, я вот попыталась все приложить к видео. Вернувшись в роддом, спустя несколько лет, мамы в унисон говорят, что не заметили, как пролетело время. Впрочем, возвращаться туда, где ждут, всегда приятно. Вы знаете, я вернулась в тот прекрасный день, день Святого Николая, когда мы родились, мы родились 19 декабря 2014 года. Знаете, слезы на глазах, как будто я вернулась в одну большую семью, которая нас здесь вырастила, высмотрела, меня просто качали на руках. А для кого-то роддом с детства был вторым домом. Антонина Селина, дочь врача-акушера. На работе у мамы проводила много времени. Знает каждый уголок этого места, а также отношение персонала к пациенткам. Моя жизнь с детства проходит в стенах этого благодатного родильного дома. Моя мама здесь всю жизнь работает, и, соответственно, я здесь тоже имела честь рожать. Я навещала своих подруг в разных роддомах города. Первый роддом самый комфортабельный, самый ухоженный. Здесь действительно предоставляет сервис в лучшем смысле этого слова. Врачи первого роддома рассказывают, что для них праздники – это редкое явление, ведь работа требует всегда держать руку на пульсе. Но конкурс «Наш малыш» – это та редкая возможность, когда они могут спокойно пообщаться со своими подопечными и с их повзрослевшими детьми. Любой праздник в родильном доме – вот это тоже чудо, потому что у нас мы все загружены работой, мы очень заняты, у нас ответственная очень работа, и свободного времени мало. Но, тем не менее, у нас уже традиция – это второй праздник, и я надеюсь, что это будет повторяться из года в год. И наши пациентки, женщины, которые здесь рожали, которые здесь находились в нашем родильном доме, будут посещать эти праздники со своими детьми. Подобные конкурсы планируют проводить здесь ежегодно, ведь как приятно возвращаться в самые счастливые и ответственные дни жизни для каждого родителя. Кристина Черновалова, Герасим Олесенков, Телеканал Репортер.